Доброе утро, это Вести Южного Урала в студии Мария Аюпова. На два нелегальных казино в Челябинске стало меньше. Правоохранительные органы области продолжают бороться с подпольными и горными заведениями. По данным оперативников, попасть в такое казино очень сложно. Пропуск клиентов осуществляется по предварительным звонкам или СМС-сообщениям. Помощь во обнаружении нелегальных заведений оказывают жители города. В Водо по Челябинске поступило обращение от жителей металлургического района о фактах незаконной деятельности залов игровых автоматов. По данному обращению в настоящее время проводится проверка. В металлургическом районе уже пресечена деятельность четырех подобных заведений, в результате которых вывезено и помещено на специализированные склады порядка ста аппаратов. Теперь организаторы нелегального бизнеса обвиняются в незаконном предпринимательстве. Всего с начала года в Челябинской области было изъято более двух тысяч игровых автоматов, рулеток и столов для игры в покер. Челябинская область досрочно выполнит свои обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны по обеспечению жильем. Большая часть из подавших заявлений в социальные службы до 1 марта 2005 года уже переехали в новые квартиры. Сразу восемь ветеранов заселяются в новостройку по улице Третьего интернационала в Челябинске. В очереди остается 27 нуждающихся в жилье. До конца года все очередники получат долгожданные квартиры. Мы уже довольны. И мы вообще думали, сейчас не верили. Нам придут, скажут, вам квартира будет. А потом опять пишут, соберите документы. Напомним, в президентскую программу вошли такие категории граждан, как фронтовики, инвалиды войны и вдовы защитников Отечества. Всего получили квартиры больше 1300 человек. Однако очередь на улучшение жилищных условий продолжает расти. В Министерстве социальных отношений Челябинской области уже рассматривается больше 300 заявлений. Большая часть обращений, поступившая от ветеранов после 1 мая 2010 года, рассмотрена и находится в работе. Это 684 дела. Дефицит металлических десяток. На Южном Урале возникла острая нехватка мелких разменных денег. Выпущенные в обращение 10-рублевые монеты не возвращаются в хранилище банков. Коммерческие организации предпочитают хранить их в собственных кассах. Главное управление Центрального банка России по Челябинской области призывает предпринимателей сдавать в свои кредитные организации металлические десятки, которые скапливаются в кассах. В настоящее время в некоторых районах Челябинской области периодически возникает нехватка данных монет. Не проезжайте мимо. С таким призывом обратились к жителям Челябинской активисты городских авто- и мото-клубов. В рамках всероссийской акции они устроили автопробег до областной станции Переливания, где сдали кровь. Они привыкли к высоким скоростям и любят крутые повороты. Но сегодня по оживленным городским дорогам едут тихо, стараясь не сломать встроенную колонну машин и мотоциклов. Ежегодно на дорогах России происходит около 200 тысяч дорожно-транспортных происшествий. В большинстве случаев пострадавшим водителям и пассажирам требуется донорская кровь. Несмотря на то, что каждый день на станции Переливания поделиться с незнакомыми людьми, своей кровью приходит около 100 человек, ценного донорского материала и его компонентов всегда не хватает. После процедуры доноров ждет горячий чай, сытный обед и денежное вознаграждение. Но для этих добровольцев это не главный аргумент. Неравнодушные водители надеются, что их кровь кому-нибудь спасет жизнь. На этом я с вами прощаюсь. Отличного всем завершения рабочей недели. По сведениям центров области, Магнитогорский днем 17-19 градусов и выше 0, в Ашида 16 градусов тепла, ясная погода без осадков. В Челябинске в дневные часы 15-17 плюсом, облачная погода, дождь. Нелегкий путь от черной точки планеты до регионального центра экологического туризма. В субботу в 10.40 гость программы «Логика власти», глава Карабаша Вячеслав Ягодинец.